Здравствуйте, дорогие друзья! Это Анапа. Мы находимся в Варваровке у храма святой великомученицы Варвары. Сегодня здесь 17 декабря 2018 года состоится престольный праздник этого храма. Будет епископ новороссийский и гилиншикский феогност. И сейчас мы ждем его приезда, пока собирается народ. Жил в четвертом веке в городе Элиополе знатный язычник Диаскор. И была у него дочь, прекрасная Варвара. Отец был очень привязан к ней, не желая никому открывать ее красоты, поселил дочь в уединенной башне, где девушку воспитывали языческие учителя. Живя почти в полном одиночестве, Дева любила с высоты своей башни созерцать мир. Красивые поля и леса, солнце и звезды, животных, птиц. И все чище стала она задаваться вопросом, кто же создатель такого прекрасного мира? Учителя говорили, что создатели — это боги, которым поклоняется ее отец. Но Варвара так не думала. Она считала, что эти боги — лишь создание рук человеческих. И желание познать истинного бога вскоре захватило всю ее душу. А тем временем Диаскор решил выдать дочь замуж. Но лишь обмолвившись ей об этом, встретил ее твердый отказ, ибо девушка решила провести свою жизнь в чистоте. И предупредила отца, чтобы он оставил все мысли о ее замужестве, иначе она уйдет из дома. Отец, подумав, что затвор плохо повлиял на дочь, разрешил ей ходить в город и общаться с кем захочет. Там, в городе, Варвара встретила христовых исповедниц, которые ей открыли, чего она так долго желала. Рассказали ей о Творце мира, Триедином Боге, о Господе Иисусе Христе. Втайне Варвара приняла святое крещение и пообещала посвятить свою жизнь Богу. Первое время Святая Дева скрывала свою новую веру ото всех, но вскоре не выдержала и открылась отцу. Диаскор рассверепел, обнажил меч и кинулся на дочь. Но девушка успела убежать от взбесившегося отца, а тот сдаваться не собирался. Нашел он вскоре пещеру, в которой укрылась святая и приволок ее к городскому правителю. Сказал он ему, я отрекаюсь от нее, ибо она отреклась от богов моих. И если не обратиться к ним снова, то не будет мне дочерью. Мучай ее, державный правитель, как будет тебе угодно. Градоначальник сначала уговаривал девушку одуматься, не идти против отца. Но святая лишь обличала заблуждение идолопоклонников и славила истинного Бога. Тогда правитель предал ее на жуткие пытки, а после ее бросили в темницу. Там явился к ней сам Христос. Он исцелил девушки раны и благословил на мученический подвиг, пообещав ей скорую встречу в вечном блаженном Царстве Небесном. На следующий день Варвару вновь отправили на мучение. Но все они были тщетны. Святая нея трекласят свои веры. Тогда Диаскор сам своим мечом обезглавил дочь. Безжалостного отца Господь покарал. Вскоре после убийства его поразила молния, превратив тело в пепел.